Кажется, новым трендом в нашей индустрии в ближайшее время может стать большой бушизм. Это звук, который даже и не звук, а скорее стиль исполнения и жизни рэпера Бушидыжо, который каким-то внутренним чутьём поднимает формулу хита и периодически пользуется ей для того, чтобы залететь на первые места чартов. Так случилось и с треком «Далеко», который даже в названии имеет подпись «Большой бушизм». Что же это за стиль такой, как Бушидыжо чувствует, и делает хиты, давайте попробуем разобраться. Что ж, приступим. Но перед тем, как мы начнём, хочется посоветовать вам крутую вещь. Hustle.ref – это магазин крутых кроссовок и одежды по самым вкусным ценам. В ассортименте более 3000 моделей кроссовок и все в наличии. На сайте только реальные отзывы покупателей магазина, которые можно проверить. Удобное оформление заказа и отзывчивая поддержка профессионально помогут подобрать правильный размер, а самое главное – у ребят есть бесплатная доставка и оплата при получении. Также только для наших подписчиков действует промокод BBM, дающий скидку аж 40%. Заходи на проверенный магазин убедись сам, ссылка в описании под видео. Ну а мы начинаем, поехали. Сперва скажем, что энергию и стиль Бушидыжо, а также его большой бушизм, отметил и иностранный агент Моргенштерн. Вот его цитата. «Людей привлекает не популярный звук, а энергия. Вот у Бушидыжо она есть, я её чувствую, он горилла, наш тип, слон. Почему Скалли Милана? У него вроде не музыкально, ничто, но у него энергия сумасшедшая. Как и Токсис, его кружки и танцы. Человек с энергией, он умеет контролировать тело, он чувствует музыку и у него есть грув и вайп. Наверное, Моргенштерн весьма тонко почувствовал этот стиль Бушидыжо и не зря отметил тех людей, с которыми Жуаз так или иначе сотрудничает. Третье лето подряд, клянусь, я заберу целых 10, читает Жуаз в том самом хите далеко. Клип на него за сутки набрал миллион просмотров, на момент написания сценария счётчик насчитал уже больше восьми. В 2022 с промежутком в месяц у него выходили треки «Водила» и «Тесно». В 23-м совместно с Херенвотером «Дай мне посмотреть». Сольный трек далеко, эту линию продолжает. В нём зацемплирована песня «Лошадь» Андрея Пряжникова в исполнении детского хора «Великан». 13 лет назад она завирусилась в Казантип-ремиксе, авторства DJ Demixer. Он же, кстати, ведущий YouTube-шоу по студиям. Вот как звучит эта песня в оригинальном исполнении. Но как стало известно с интервью на студию 21, в песне «Далеко» Жуаз поначалу планировал использовать припев из совсем другого старого трека. Там звучал вирусный хит 2011 года «Танин Джаз» «Виртуальная любовь». Но рэперу не удалось договориться с правообладателем. Дальше Жуаз и его команда смотрели в сторону сэмплирования детских песен советского периода, например «Крылатые качели». Пока по чистой случайности девушка-битмейкера, написавшая музыку для «Далеко» во время катки в доту не начала рандомно напевать ту самую песню про маленькую лошадь. Летом Буши Дэжо выпустит новый альбом, но песни «Далеко» по его словам в трек-листе не будет. Я её выпустил, чтобы прервать молчание, чтобы что-то выпустить в начале лета. Для лета, кстати, отлично подходит бразильский фанк. Впрочем, о нём мы поговорим подробнее чуть ниже, и вы поймёте, почему этот жанр сегодня подходит при любом сезоне. Но есть и другие артисты, которые преуспели в этой стилистике. Оу Джи Хан — это загадочный артист, скрывающий своё лицо, чьё творчество вдохновлено бразильским фанком и культурой Бразилии. Его атрибутика всегда наполнена элементами, напоминающими о бразильской энергии и страсти. Он первый артист, чей профильный жанр стал бразильский фанк и бейли-фанк, и он воплощает это с невероятным качеством и стилем. Его музыка захватывает слушателей своей оригинальностью и атмосферой. Этот артист стремится к новым высотам и звучанию, имея чёткие амбиции и цель повествовать о культуре и музыке Бразилии через свои треки. Стоит добавить, что его музыка была отмечена небезызвестным участником Melon Music Майотом. Оу Джи Хан — это артист с новым звучанием, который продолжает удивлять и вдохновлять своей энергией и стилем. Но вернёмся к Жоасу. Наверное, сэмплирование ностальгических песен — это ключ к успеху. Но сам Жоас говорит, что и его читка тоже в каком-то смысле стала трендом. Не так давно Бушида Жо написал в своём ТГ, что рэперы следуют за трендом, который он задал. Речь о треке тесно — авторы Арни, Аника и Жоас, где Бушида Жо читает под прямую бочку. Я только сейчас заметил, что все начали делать танцевальную музыку и читать на неё как я. Когда тесно вышло, первые недели все кринжевали чё-то. As usual, парни. Лето ещё не кончилось, бушизм и флоу. Артисты не имеют собственного лица, альбом за себя скажет. Они всегда осуждают, а потом пытаются так же. Написал Бушида Жо, а потом удалил сообщение. Но многие, однако, связывают трендовый звук Бушида Жо с тем, что он очень вовремя почувствовал потенциал бразильского фонка, который сегодня рвёт чарты из-за дикой популярности в ТикТоке. Он взял за основу трека «Далеко» инструментал бразильского фонка. За сутки песня возглавила все чарты в России. Это не первый подобный опыт у него. До этого с Хироин Вотором он делал инфицированный бразильским фонком трек «Дай мне посмотреть». Тоже очень заметный получился сингл. Об этом мы уже упоминали. Фонг, в принципе, в последнее время популярен и у нас в стране тоже. Сейчас то время, когда виральность и мемность — залог успеха песни в любом жанре. Но почему-то именно фонг по-прежнему настолько активно используется в мемах и эдитах. Например, редактор Яндекс.Музыки Даниил Зотин для The Flow рассказал примерно следующее. Цитата. Фонг большую роль играет сильная ударная линия. Как правило, в этом жанре кик и снейр отличаются крайней силой степенью компрессии, что дает ощущение того, будто они бьют. По такую ударную линию очень удобно делать эдит из динамичной смены кадров, которые меняются как раз после каждого удара бочки или снейра. Фонг мелодичен, но при этом мрачен. В большей части фонгу уделяется большое внимание лейтмотиву. Как правило, этот лейтмотив выполняется в миноре и отличается мрачностью. Это очень хорошо подходит к эдитам, где, например, нужно показать крутость персонажа. Фонг громок, и тут и так все ясно. Громкую музыку мы зачастую воспринимаем как более качественную и качающую. И как следствие, в совокупности с фактором мелодичности, его часто можно встретить в танцевальных тиктоках. А вот что говорит Бушидыжо про свой хит, дай мне посмотреть. Цитата из интервью для The Flow. Ты учитывай его жанр. Мы пытались сделать бразильский фонг. Мы переводили текста и мы просто охренели. Это жесть полная. Дай мне посмотреть этот чайлд-контент бразильского фонга. Это самое легкое. Мы хотели сделать трек прямо в этой стилистике, начиная от текста, заканчивая эдлибами, эйрами и бэками. Трек без единого мата, но он все равно довольно грубоват. Но если понять, что это все в рамках жанра, что трек, который нужно исполнять со сцены и 3000 человек двигают руками влево, потом вправо, влево, потом вправо, то это работало на 100 из 100. Я знал, что изначально его не оценят, потому что это жесткий эксперимент, это жесткая фриколость. И сначала его не оценили, а через три недели он уже забирал свое. А сейчас любой концерт не обходится без этого трека. А на этом у нас все. Что вы думаете про большой бушизм? Пишите свое мнение в комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok